мы вернулись старток спортивное издание мы обсуждаем мартовское безумие и у меня в гостях чак и гэри также нам нужен был кто-то кто разбирается в аналитике и с нами наш любимый аналитический парень мэтт гинсберг мы рады что ты на старток я тоже со своей докторской по математике он выкладывает нам все что знает но еще я хочу поговорить о спорте в других мирах и куда это пойдет с вопросами с патреона со всеми знаниями которые у тебя есть по математике ты когда-нибудь играешь с системой то есть со всеми программами машинным обучением и знаниями математики ты когда-нибудь используешь это и говоришь ну знаете я наверное возьму и подзаработан этом человек у меня есть на это ответ я могу ответить за него либо он скряга либо ответ нет потому что посмотри на его комнату там нету дворецкого нету лестницы на трехэтажный особняк парень в обычной комнате так что я не знаю ответ в том что дворецкий на карантине на самом деле смешного мало у меня был друг который поехал в лас-вегас и играл в blackjack он очень математичен и в конце он сказал что он заработал всего 15 центов и это такое мучение это так сложно и расскажу да делать деньги такое мучение лучшее что со мной происходило в плане математических способностей это то что моя дочь использует меня как калькулятор я хожу по дому и она спрашивает папа а сколько будет 17 на 36 иногда у нас бывает гости и они спрашивают скайлер ты использовала отца как калькулятор и она отвечает да он за этим нужен так что это здорово а сколько лет твоей дочери сейчас ей 23 как раз хотел сказать что сейчас она использует тебя как банкомат отец можно мне 17 умножить на 36 в долларах классно ну что ж хороший ответ чак у кого первый вопрос патреона не знаю гарри может быть начнешь да я начну и так это наши подписчики на патреоне нэнси ds спрашивает по поводу мартовского безумия как искусственный интеллект может принимать во внимание активацию стиль игры стресс или другие факторы которые сложно учитывать в конечном результате и она приводит пример победы вирджинии в двадцатом году с учетом того что они проиграли в девятнадцатом и так мать что ты думаешь вписывается ли это в твою модель да можно ли посчитать мотивацию возможно по крайней мере в теории можно принципе посчитать все и мотивация скорее всего давайте посмотрим на этот пример в частности скорее всего есть данные о том как хорошо играет команды которые в прошлом году проиграли финале данные будут разумными и затем вы просто отдаете данные этим алгоритмом машинного обучения они переваривают их и если паттерны есть то они их находят я искал такие паттерны и не находил их спортсмены в колледжах так мотивированы насколько это возможно они любят игру они хотят быть профессионалами и они реально работают если паттерн есть то он будет закопан где-то в данных и вы должны будете его найти интересно это довольно круто так что 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 произойдет если в команде например четыре новичка и данных на них нет данные есть на разные вещи данные на новичков например что ты имеешь ввиду за ними сезон да прошел уже целый сезон к мартовском безумие и у вас есть данные о том как играет этот новичок в мартовском безумии по сравнению с прошедшим сезоном не запахался ли новичок это именно тот момент который нужно учитывать сломает ли события игрока что классного в этих алгоритмах машинного обучения как например и градиентный бустинг так это то что нам не нужно знать чего мы ищем мы просто отдаем данные и алгоритм сам находит что в этом паттерн или в этом паттерн они делают тяжелую умственную работу за вас и они тупые так что могут найти паттерны которых нет это проблема но для этого есть тестовые данные так что в теории есть алгоритмы общего назначения которые способны находить сигнал среди шума то есть не то чтобы мы ищем и пытаемся рассчитать вещь саму по себе а мы смотрим на статистику и данные в большом наборе которые являются проявлением например мотивации то есть нельзя подойти или можно к игроку и увидеть что тренер задвинул очень мотивирующую речь и теперь они победят нельзя учесть это постфактум мы же не знаем об этом мы не можем скорректировать модель в реальном времени нам нужно сделать ставку нам сначала нужно решить какие данные мы хотим использовать и натренировать алгоритм а потом то что получается на выходе мы используем для ставок мотивирующие тренеры имеет свое влияние это проявится потому что этот тренер игроки которые играют с этим тренером у них получается лучше чем когда они играют с другим тренером так что этот тренер наверное хорош не знаю мотивация ли это но можно представить мир в котором по какой-то странной причине на ваш 18 дни рождения вы не можете играть вы просто становитесь не координированными только на 18 день рождения и в данных это может проявиться как то что у новичков иногда бывает плохой день когда им исполняется 18 и я бы знал что из-за давления новички играют менее ровно или что есть эта странная вещь с их 18 днем рождения если бы в данных был день рождения то я бы это увидел смотрите это всегда случается когда им исполняется 18 это потому что они напиваются в предыдущую ночь да это может быть так но это такая вещь которая дело в том что все отражено в данных очень сложно найти феномен который был бы важен и и в то же время не отражен каким-то образом в данных надо просто знать как это достать это наш главный урок хорошо давайте улетим прочь из нашей атмосферы эбби крис здравствуйте эксперты я смотрел сериал пространство и подумал а можно ли проводить баскетбольные турниры с людьми с разных планет и астероидов которые были освоены людьми например чемпионы марса против чемпионов юпитера или луны для меня это интересно потому что есть целый новый набор метрик который нужно встроить машинное обучение о чем нам нужно будет подумать чтобы сделать это поле равным и честным для всех команд мне нравится ваше шоу делайте то что вы делаете и как некоторое вступление к этому мэтт когда люди начали готовиться к олимпиаде на большой высоте и это не другая планета это та же самая планета но просто другие условия в которых их тело тренируется и сейчас они идут на тот же самый стадион и одни люди выигрывают у других это интересное осознание что возможно среда в которой ты тренируешься гравитация качество воздуха плотность воздуха они проявятся в твоих результатах я согласен и я думаю что исторически не знаю что будет когда будут люди с марса но исторически мы это не компенсируем и кенийцы выигрывают марафоны это просто так но нет ничего в правилах что говорит что они должны бегать с грузиками на ногах как фора да и нба никак не пытается сделать игру проще для низкорослых дайте ему стременку или батут но мы это не делаем если марсиан людей с марса какие-то физические отличия что они играют лучше надеюсь что мы бы просто порадовались вместе с ними жизнь на марсе скорее всего так себе так что мы бы просто порадовались что они лучше быть вам нравится смотреть марафоны потому что люди в этом так хороши я не знаю никого например я никогда не грустил от того что я не профессиональные рестлеры никогда не стану время есть время есть чак ты беспощаден давайте вернемся на минутку на эту планету если я еду с западного на восточное побережье и был высоко а спускаясь к уровню моря то есть восстановление насыщение кислородом и разве все эти факторы не влияют конечно влияет точно так же как играть на своем поле но уже нет ведь фанатов то нет да это честно но играть фэнвэ это не то что играть на ригли филд это зеленый монстр и игроков из бостона частично подбирают на основе того если у них природные способности которые позволят им эксплуатировать особенности их поля как делали янки так много лет их линия правого поля была одна из самых коротких из всех стадионов около 296 футов очень короткая и у янки было несколько леворуких отбивающих которые делали хомраны только за счет этой короткой террасы на правом поле и ты прав мэтт мы же не идем и не говорим половина ваших хомранов было на трексе от десяти футах а на другом стадионе это бы не сработало поэтому если вы играете за янки мы это отнимем и мы это не делаем мы позволяем обстоятельствам быть выражением этой способности адаптироваться ты знаешь что перетягивание каната было в олимпийской программе и правило было что все в команде должны быть из одной профессии профессии вы должны быть группой которая соревнуется вместе вы все должны быть врачами или футболистами или полицейскими или еще кем-то и оказалось что конная полиция всегда выигрывает потому что нужно носить свою униформу а у них есть эти усиленные металлом ботинки и они поняли что это очень глупо и избавились от этого и они также привыкли тянуть по воде упрямой лошади давай пойдем я видел похоже моя жена участвовала в гонках на гидропланах вау она что гидропланы да она была чемпионом страны о боже да это маленькие лодки которые летают по воде и да ты же один из самых классных видов спорта да и в ее классе было ограничение по весу она была единственная женщина и конечно легче их всех так что они заставили ее положить свинцовую пластину на дно и лодки чтобы она могла пройти порог и она ненавидела это потому что когда ты ведешь что ты наклоняешься смещаешь вес а она не могла сместить пластину она просто лежала на дне и она наклонялась но с гораздо меньшим весом а почему они не дали ей такой жилет с грузиками чтобы она могла наклоняться с такой же массой она решила что свинцовый груз это лучше да и она победила их всех все равно так что с ней все было в порядке она настолько соревновательна то есть я могла бы разодрать вас в клочья и уничтожить но это просто будет победа ну говоря о преимуществе игры на своем поле то в межпланетном соревновании это бы имело значение играешь ты на твоей планете или нет ведь это было имело значение потому что ты знаешь все особенности гравитации качество воздуха и другие странности твоей среды нил если мне нужно попасть с одной планеты на другую и это какое-то количество световых лет то мне нужно попасть туда акклиматизироваться и мне нужно приехать за какое-то количество лет заранее чтобы это компенсировать это будет что-то похожее на как это называется в теннисе где есть четыре турнира но они на разных хортах большой шлем да большой шлем в имблдон на траве кто-то на грунте ралан гарос да ралан гарос на грунте есть бетон в форест хиллс интересно и чтобы победить во всех четырех турнирах нужна комбинация способностей и это делает победу во всех четырех такой впечатляющей отдаву навыка мало давайте вернемся к вопросам с патреона его зовут прекрасным именем крэйк вудхаус и он из новой зеландии где они хвастаются фактом что они остановили к вид поздравляем и игра в баскетбол это легко когда ты маленький островок и ты никого не впускаешь слушай продолжай не говорим это они не послушают они очень гордая нация и хорошо играют в регби да я бы не хотел чтобы кто-то врывался сюда исполняя хаку сто процентов и он спрашивает если баскетбол проводить на марсе помещение с атмосферой и давлением земли можно ли будет делать слэм данк с трех очковой линии и считалось бы это за три очка или нам нужно другую планету о хороший вопрос и мы вернемся к нему после перерыва на старток переведено и озвучено на студии стаханов 2000